Всем привет! Меня зовут Алена и вы на канале Караколь Птич. И вот настал этот чудесный день, день моего первого отчета по хипусу, по набору хипуса. На самом деле это вообще мой первый в жизни отчет. Не по набору, с набором, не важно. Просто первый в жизни отчет. Девочки, ну что я вам хочу сказать? Набор, конечно, очень интересный. Отшивается он достаточно легко, за исключением некоторых моментов. Сейчас я вам расскажу. Это моменты, которые для меня немножко, немножко, не то что тяжеловаты, это дело привычки. Показываю вам схему, и на самом деле я начала же с середины вышивать, да, как вы знаете, кто смотрел. И, в общем-то, середина личика, все нормально. Сейчас я дошла уже до волосиков. И надо их вышивать вертикально, да, то есть вы видите, что все полосочки, все линии, все значки вертикальны. Я привычла горизонтально, таким образом, да, то есть чтобы меньше было всяческих протяжек, даже в две клеточки. Я вышиваю вертикально, это немножечко тормозит мой процесс. Ну, не важно. Что еще интересного? А, интересно то, что, ну, эти, конечно, схемы, как я говорила раньше, значки нормальные, все видно, да, видно, но хотелось бы значки побольше, если честно. Да, то есть как-то, когда я стала уже вышивать, то есть я обратила внимание, что достаточно... Есть места, где я плохо вижу, да, хотелось бы чуть-чуть крупнее. Может быть, надо было отсканировать и сделать на чуть большем формате или из двух листов, но не важно. Теперь уже все равно, я как-то так уже приноровилась, так что ничего страшного, процесс идет. Вот еще, что я, на что я раньше не обратила внимания, вот Света высылает тоже хипоши, Света, обрати внимание, вот где глазки, вот здесь в уголочках, есть три четверти крестиков, да, так называется, по-моему. Снизу один и сверху другой, да, то есть... Ну, вот, на самом деле, из-за бэка и вот такой пестроты я сначала не заметила, но когда уже более внимательно стала вышивать глазки, обратила внимание, что надо же, там же есть мои дробные крестики, самые любимые. И если вы помните, вначале я говорила, что, спрашивала вашего совета, как вы думаете, менять канву, не менять канву, или на равномерке, или Света и Крю, я прикладывала, спасибо девочкам, кто мне написала и порекомендовал что-то, да, я прикладывала разную канву, прикладывала ниточки, смотрела, но в итоге я все-таки остановилась на оригинальной канве, которая была в наборе. Ну, я тогда на тот момент, я не обратила внимания, что есть дробные крестики. Если бы я обратила внимание, может быть, я бы и пересмотрела свой этот подход, но теперь уже все равно. Итак, девочки, показываю вам, что отшито у меня на сегодняшний день, и чуть-чуть дальше я поподробнее, подробнее, поближе покажу сам процессик, процессик, да, там, где у меня еще нету глазиков. Вот, ну вот, смотрите, вот такой, вот такая мордашечка у меня получилась. Такой веселенький, веселенький-веселенький. И такой мужичок. Мне так кажется, совсем не девочка, потому что кто-то говорит, что ой, похоже на девочку. Ну, не знаю, для меня это мальчик в самом расцвете сил. Вот, так что вот вы видите, что я до личика я уже вышила. Сверху, это уже граница, там будет шапочка, то есть сверху я уже не трогаю, шапочку я буду вязать крючком. И теперь я начинаю отходить в сторону и вышивать волосики, косички, ну и так далее, да. То есть следующий отчетик, наверное, я буду делать тогда, когда я уже вышью, наверное, и волосики, и тело. Ну, на самом деле, да, процесс не тяжелый, легкий, очень интересный. Но, так как времени много на вышивку нету, и даже не столько времени, девочки, нету, сколько мне тяжело. Я могу вышивать только при хорошем освещении, я не вижу иначе. Вот сегодня дождь, сегодня у меня день выпал, я вышивать не могу. При искусственном освещении я не вышиваю, при даже вот таком освещении, которое сейчас, мне тоже вышивать тяжело. Я вышиваю только в солнечную погоду, я сажусь, чтобы солнышко мне со спины светило. На мою работу, ну, как-то я так привыкла, поэтому у меня не очень много времени выходит, получается, на вышивку. Но это ничего, я же никуда не тороплюсь, это же не гонки какие-то. Есть время, вдохновение, я вышиваю нету, и я не вышиваю. Вот сейчас мы на два дня уедем, и опять же, я вышивку с собой не буду брать, потому что я знаю, что у меня не будет там времени вышивать. Вот такие дела. Ну вот, теперь уже появился один глазик. Мордашка начинает прорисовываться. Классненько. Такой смешнючий. Не знаю, кто-то говорит, на девочку похож, а мне кажется, мужик конкретный такой. Смотрите, взгляд такой. Нос при навок на бикрине. Ладно. Работаем дальше. Так, ну вот я вам показываю чуть-чуть поближе мою обезьянку. Извините, мою обезьяночку. Эта обезьянка красивенькая. Мордашечка симпатичная. Вот. Очень мне нравится этот дизайн, этот сюжет. Единственное, вот на... Мне немножко вначале смутила картиночка, превьюшка на обложке. Там около носика вот этот серый цвет. Выглядит таким зеленоватым. Я думаю, странно как-то... Ну, думаю, ладно, вышивать буду, посмотрим. А видите, здесь совсем даже не зеленый, а серенький. А на превьюшке получался зеленый. Сейчас я посмотрю, где моя превьюшка. Сейчас я вам достану, покажу. Ну, освечивает. Не достала я. Сцеллофана здесь не видно так. Ну, если... То освечивает. Но если смотреть без целлофана, то светит такой зеленый. А здесь серенький. Ну, вот такая вот у меня обезьяночка. Я хочу рассказать о своей организации. Организация у меня совершенно обыкновенная. Как я вам сказала, говорила, что я не пользуюсь никакими специальными органайзерами. Вот мои оригинальные органайзеры. Если мне ниточками пока не вышиваю, я их скрутила, завязала, заплела косичку, чтобы они мне не болтались, не мешали. Есть некоторые моменты, которые, скажем, вначале меня немножко забеспокоили. Потому что, допустим, вот смотрите, вот этот цвет ниточек. И вот так мало. А на схеме на самом деле его достаточно крестиков. Да, вот этот светлый тоже. В общем, есть такие ниточки, которых совсем-совсем мало, да. А крестов вроде бы по схеме достаточно. Но я смотрю, что никогда у меня не было проблем с нехваткой ниток. Я думаю, что и в этот раз у меня не будет проблем. Вышиваю я очень экономно. Если вы видите, до самых-самых таких вот маленьких-маленьких вот кусочков оставляю, вышиваю там буквально по три крестика. Мой мусорничек, смотрите, вот сколько я отшила, у меня практически нету ниточек отходов, да. Ну, что еще. Схему я практически никогда не зачеркиваю. Но в этот раз из-за того, что она такая мелкая, я зачеркиваю простым карандашиком, тоненьким. У меня вот такой вот тоненький карандашик. Здесь практически на схеме даже не видно, что я зачеркиваю. Схему я буду сохранять обязательно, потому что я, может быть, вышью второй раз и на какой-нибудь канве 11-го каунта, очень крупной, я хочу вышить большую-большую секушу огромного размера. Вот, так что схему я сохраню и обязательно вышью вторую, но большую. Не знаю, когда, не сейчас, может быть, в следующем году, но у меня такая идея есть. То есть это такой пилотный вариант. Я хочу попробовать вышить шапочку, попробовать посмотреть, как это будет выглядеть и потом уже сделать глобальную, глобально докупить ниток и сделать глобальную-глобальную картину. Ну и свой, 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 свои, как бы, свой отшив канву с моим, с моим макакой я хранилась в таком вот маленьком-маленьком у меня такой мешочек, рюкзачок натуральный. Я всегда туда складываю маленькие работы, и туда же ниточки, все чистенько, аккуратненько, ничего не пачкается, в общем-то, удобно. И если надо с собой куда-то брать, то тоже очень удобно, туда все помещается. Ну, для маленьких, для маленьких, конечно, работ, не для больших. Ну вот, на этом, наверное, и все. Большое вам спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, мне очень приятно. И всем пока-пока. Чао!